В этом году всероссийская перепись населения пройдет с переменением информационных технологий. Каждый желающий сможет самостоятельно заполнить анкету на сайте госуслуг и получить QR-код. Но сохранится и традиционная форма переписи населения. Немаловажную роль в этом событии играют контролеры. Они будут учить переписчиков, которые потом пойдут по домам к тем, кто не смог принять участие в переписи самостоятельно. Это будет такая цепочка, что переписчик вышел на свой участок, включил планшет, который будет с главным системой, собирает информацию за день, потом ее группирует, передает в электронной форме все контролеру, а контролер по цепочке нам, а мы уже вышестоящим органом. После участия в выборах в роли заместителя председателя участковой избирательной комиссии Николай Шумков решил продолжить общественную деятельность. Узнав о старте обучения контролеров, сразу же записался в их ряды. Человек учиться должен всю жизнь. Всегда что-то есть такое, которое ты не знаешь. Всегда это стоит постичь, понять, и ты широко развиваешься. Опять же, знакомишься с многими интересными людьми. Это замечательно, это я рекомендую всегда. Расширяй свой круг общения. В администрации Октябрьского района обучение контролеров пройдет в течение трех дней. Кандидатами стали те, кто имеет высшее образование и вакцинировался против COVID-19 или уже переболел коронавирусом. После прохождения обучения за каждым контролером закрепят 6-7 переписчиков. Никита Колосов, Сергей Баскин, События. Продолжение следует...